Александр Солженицын Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956 Опыт художественного исследования Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать И да простят они мне, что я не все увидел Не все вспомнил Не обо всем догадался Арест Как попадают на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты Плывут корабли Гремят поезда Но ни единая надпись на них не указывает место назначения И билетные кассиры и агенты Сов-туриста и ин-туриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет Ни всего архипелага в целом Ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали Те, кто едут архипелагом управлять попадают туда через училище МВД Те, кто едут архипелаг охранять призываются через военкоматы А те, кто едут туда умирать как мы с вами читатели те должны пройти непременно и единственно через арест Арест Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни Что это прямой удар молнии в вас Что это невмещаемое духовное сотрясение с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие Вселенная имеет столько центров сколько в ней живых существ Каждый из нас центр вселенной и мироздание раскалывается когда вам шипят вы арестованы Если уж вы арестованы то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении Но затмившимся мозгом не способны охватить этих перемещений мироздания Самые изощренные Самые простоватые из нас не находятся в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное кроме как Я? За что? Вопрос миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа Арест это мгновенный разительный переброс перекид, перепласт из одного состояния в другое По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов заборов, заборов гнилых, деревянных глинобитных дувалов кирпичных, бетонных, чугунных оград Мы не задумывались что за ними Ни глазом неразумением мы не пытались за них заглянуть а там-то и начинается страна ГУЛАГ совсем рядом в двух метрах от нас Еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных хорошо замаскированных дверок, калиток Все-все эти калитки были приготовлены для нас И вот распахнулась быстро Роковая одна и четыре белых мужских руки не привыкших к труду но схватчивых уцепляют нас за ногу за руку за воротник за шапку за ухо вволакивают как куль а калитку за нами калитку в нашу прошлую жизнь захлопывают навсегда Все Вы арестованы И ничего вы не находитесь на это ответить кроме ягнячьего блеяния Я? За что? Вот что такое арест Это ослепляющая вспышка и удар от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее а невозможное становится полноправным настоящим И все И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час ни в первые даже сутки Еще померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна это ошибка разберутся Все же остальное что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти а в памяти вашей семьи и соседей по квартире Это резкий ночной звонок или грубый стук в дверь Это бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников Это за спинами их напуганный прибитый понятой А зачем этот понятой думать не смеют жертвы не помнят оперативники но положено так по инструкции и надо ему всю ночь просидеть а к утру расписаться И для выхваченного из постели понятого это тоже мука ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых Традиционный арест это еще сборы дрожащими руками для уводимого смены белья куска мыла какой-то еды и никто не знает что надо что можно и как лучше одеть оперативники торопят и обрывают Ничего не надо там накормят там тепло Все лгут а торопят для страху Традиционный арест это еще потом после увода взятого бедняги многочасовое хозяйничание в квартире жесткой чужой подавляющей силы Это взламывание вспарывание сброс и срыв со стен выброс на пол из шкафов и столов вытряхивание рассыпание разрывание и нахламление горами на полу и хруст под сапогами И ничего святого нет во время обыск При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком Юристы выбросили ребенка из гробика они искали и там И вытряхивают больных из постели и разбинтовывают повязки Когда в 1937 году громили институт доктора Казакова то сосуды слезатами изобретенными им комиссия разбивала Хотя вокруг прыгали исцеленные и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства По официальной версии лизаты считались ядами И отчего же было не сохранить их как вещественные доказательства И ничто во время обыска не может быть признано нелепым У любителей старины Четверухина захватили столько-то листов царских указов Именно указ об окончании войны с Наполеоном об образовании Священного Союза и молебствия против холеры 1830 года У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному ленинская премия У Каргера замели архив енисейских остяков запретили изобретенные им письменности букварь и остался народец бесписьменности интеллигентным языком это долго все описывать а народ говорит об обыске так ищут чего не клали отобранные увозят а иногда заставляют нести самого арестованного как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа великого инженера России впасть к ним навсегда без возврата а для оставшихся после ареста долгий хвост развороченный опустошенной жизни и попытка пойти с передачами но изо всех окошек лающими голосами такое не числится такого нет да как окошко к этому в худые дни Ленинграда еще надо пять суток толпиться в очереди и только может быть через полгода год сам арестованный аукнется или выбросит без права переписки а это уже значит навсегда без права переписки это почти наверняка расстрелян одним словом мы живем в проклятых условиях когда человек пропадает без вести и самые близкие люди жена и мать годами не знают что стало с ним правильно нет это написал Ленин в 1910 году в некрологии о бабушкине только выразим прямо вез бабушкин транспорт оружие для восстания с ним и расстреляли он знал на что шел не скажешь этого о кроликах нас так представляем мы себе арест